Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota RAV4 2011 года выпуска 2 литра автомат На этом автомобиле мы сегодня заменим масло в двигателе фильтр салонный, воздушный и масляный фильтр Также мы зальем новое масло в автомобиль масло мы будем использовать оригинальное 540 Toyota Номера всех фильтров и масла я покажу Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль и сливаем масло Приступаем! Подняли автомобиль Ослабляем пробочку поддона Здесь ключик на 14 Подставляем тазик И сливаем масло Ослабляем Мы слили, закручиваем на место пробочку. Теперь откручиваем масляный фильтр. Масляный фильтр находится под этой крышкой. Берем краб или у кого есть чашки многогранные, я крабом откручиваю. Продолжение следует... Вот у нас съемный элемент масляного фильтра. Использовать мы будем фирмы Портсмайл масляный фильтр. По Портсмайлу он идет ПБФ-030. В коробке идет фильтр и резинка. Снимаем старую резинку. Устанавливаем новую. Устанавливаем новый фильтр. Продолжение следует... И закручиваем на место. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И закручиваем крышку до конца. Продолжение следует... 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 Залил масло 3,5 литра. Получается максимум, но щуп почему-то весь в масле. А, не максимум, 5 миллиметров до максимума не хватает. Ну все, это нормально, больше мы заливать не будем. Закручиваем в пробочку и меняем воздушный фильтр. Воздушный фильтр мы будем использовать фирмы «Айка». По «Айка» идет он А1013, ну, 1013. Для этого мы отщелкиваем защелку здесь и отщелкиваем защелку здесь. Приподнимаем корпус и вот он у нас фильтр. Очень удобно, фильтр немножко грязный. Заткнем тряпкой подачу и продуем корпус. Очень у нас грязный, песка очень много. Вытаскиваем тряпку, не забывая. Достаем новый фильтр. И устанавливаем его. Вот этот флажок у нас идет в дальний правый угол. Заводим фильтр сзади в пазы, опускаем его и защелкиваем оба фиксатора. Так, ну что, теперь мы идем меняем салонный фильтр. Салонный фильтр у нас находится под бардачком. Для этого мы открываем бардачок, снимаем вот этот сбоку амортизатор. Ну, честно говоря, даже, наверное, можно амортизатор не снимать. Сейчас мы попробуем так. Нет, амортизатор все-таки нам надо снять. Для этого мы просто отводим его в сторону. Теперь по бокам, с этой стороны, вот где у нас ограничитель, и с этой стороны, где ограничитель, мы нажимаем сначала одну сторону, потом другую сторону и снимаем бардачок. Вот у нас крышка воздушного фильтра. Нажимаем вот этот флажок, отводим ее, снимаем крышку, и вот он наш фильтр. Снимаем фильтр. Просто вытаскиваем его сюда. Вот такой вот он, с забитой грязью. Убираем его. Берем новый фильтр фирмы Portsmile. Это простой неугольный PMF 081. Открываем его. Фирма Portsmile, это корейская фирма. Качество продукта хорошее. Стрелка у нас смотрит вниз на вентилятор. Заводим его на место. Вот таким образом он у нас встает. Берем крышечку, заводим крышечку с этой стороны в паз и защелкиваем ее. Все. Салонный фильтр мы заменили. Дальше мы берем бардачок наш, вставляем вот в эти пазы и защелкиваем сверху фиксаторы. Защелкиваем фиксатор и надеваем вот этот амортизатор. Все. Вот так он открывается амортизатор. Его просто придерживали, чтобы он плавно открывался. Замену фильтра мы сделали. На этом все. Масло мы поменяли. Масляный фильтр двигателя поменяли. Воздушный фильтр поменяли. И салонный фильтр поменяли. Всего вам доброго. Удачи.